Микс Ньюс Вы слушаете голос Америкса Каждый понедельник на ваши вопросы отвечает депутат Рижской думы Андрис Америкс Здравствуйте, я Андрис Америкс Встречаемся в понедельник в 6 часов вечера на радио Болтком Голос Америкса В эфире Радио Болтком Понял, понял Добрый вечер, голос Америкса и сам Америкс в студии Я рад с вами опять встретиться на радио Болтком После такой долгой предвыборной, предвыборного этапа Ну и сегодня готов опять быть как голос Америкса, сам Америкс Да, ну 612-939 Я знаю, что нашему гостю нужно, уже не гостю, а фактически соведущему Нужно еще участвовать в дебатах телевизионных в связи с избранием Европарламента Не могу не использовать такую возможность поздравить с избранием Европарламента Я думаю, что вы по этому поводу тоже хотите несколько слов сказать Да, я обязательно пришел сюда, дорогие радиослушатели Я в первую очередь хочу сказать большое спасибо за доверие, которое вы оказали И мне, и Нилу Шакову Что это достижение, что из 8 мандатов партия Согласия получила 2 мандата Это достижение Уменьших условий, да? Конечно, и по тому, как происходила вся полемика и как были наезды на Реческую Думу Я хочу сказать большое спасибо за вот это доверие и сейчас наша обязанность ее оправдать Да, сейчас в Реческой Думе много что поменяется Потому что и мэры, и я также мы с вашим мандатом идем работать в Европарламент Но из-за того Дума не остановится В Думе также есть наш общий блок Согласия и честь служить Риге 32 депутата И мы сейчас будем обсуждать, кто может быть следующим мэром Кто может взять на себя обязанности капитана, вице-капитанов И которые дальше продолжат ту же самую программу, которую мы уже 10 лет реализуем То есть это и поддержка социальных программ Это бесплатный проезд в общественном транспорте Это питание в школах и детских садах То есть это то, что сегодня мы уже, ну как эту ответственность на себя берем Поэтому я хочу еще раз сказать большое спасибо И учитывая уже мой профиль следующий Я скажу, что мы, наверное, будем менять и профиль Голос Америкса, наверное Мы тут придумали Голос Америкса в Европе Или как по-другому это будет называться, эта передача Потому что мы будем уже говорить о той проблеме То есть с радиослушателями вы не расстаетесь? Я не хочу расставаться И я думаю, что эта, ну скажем, форма нашего общения Раз продолжится с сентября месяца Уже как Голос Америкса В той форме, о которой мы можем дискутировать, предлагать, обсуждать Ну а также я считаю, что вот эта форма, которая была по понедельникам Когда мы говорили о проблемах города Ваши предложения, замечания, критика Такая передача обязательно прямой, как бы прямая линия должна быть И оставаться, и в будущем Поэтому об этом также мы сейчас Ну уже когда будет избрано новое руководство Творительской думы Мы об этом обязательно подумаем Да, ну что, успеем принять, наверное, звонок В таком оперативном режиме будем работать Добрый день, слушаю вас Пожалуйста Здравствуйте, я, господин Америкс, хочу вас вернуть С европейского Олимпа на Балдырайскую землю Некоторое время назад мы беседовали с вами По поводу нового угольного терминала И вы обещали разобраться Так вот, я говорю, что ничего не меняется По поводу вот этих заграждений, которые там 25 метров высотой Если вчера наблюдал, значит, террикон насыпан высотой 20 метров Что он может сдержать? Сейчас они его поливают Что будет зимой, когда поливать уголь будет нельзя И пыль будет подниматься до 150 метров в высоту Вообще вопрос, нам страшно об этом даже подумать Спасибо большое Я хочу немножко отличительную точку зрения сказать Не высота вот этой угольной горы создает пыль Это пыль не создает Пыль создает, когда на кораблях грузится соответствующий калибровки уголь Потому что уголь приходит большие куски, маленькие, средние и так далее Когда уголь транспортируется на корабль А это называется дробилка И эта дробилка делает такую фракцию угля Не знаю, большую, маленькую, среднюю Но которая, соответственно, дальше транспортируется уже как готовый уголь И это самое серьезное, вот то, что производит эта пыль И мы однозначно сейчас еще боремся, чтобы эти дробилки Они не находятся на высоте 20 метров Они находятся на высоте земли Чтобы эти дробилки работали без каких, ну скажем так, загрязнительных эффектов Да, все-таки возвращаясь к важному событию В Европарламент Я так понимаю, что вы попытаетесь работать вот в том комитете Европарламента Который влияет на самоуправление, на то, как и мы живем здесь Насколько это возможно? Да, мы с Ушаковым переговорили, какие могут быть наши обязанности в этом То есть, мы там, каждый депутат может работать только в одном комитете И одним быть как бы заменяющим То есть, мы говорили, что Нил Ушаков может, ну как бы рассматривает иностранные То есть, внешних отношений комитет Евросоюза А я рассматриваю регионального развития Там, где есть все еврофонды, то, что касается этих вопросов И мы взаимно можем друг друга замещать Ну, то есть, такая как бы мысль у нас есть В любом случае, это, конечно, будет зависеть от того, как нам удастся Удастся, это очень хорошо, что мы вдвоем Ну, как мы сможем, ну, отстоять свои интересы Я так понимаю, чтобы было ясно, если у наших адеослушателей Вы остаетесь, естественно, председателем партии «Честь служит Риге» Тут ничего не меняется Меня в прошлом году осенью избрали Партия «Честь служит Риге» Сегодня в блоке с согласием управляют городом Это ответственность, и я никуда не ухожу Я являюсь и остаюсь председателем партии Тем более, я не приезжаю жить куда-то в Брюсселе Это несколько дней в неделю Остальное время я буду здесь и работать в Риге Тогда примем еще один звонок Добрый день, слушаем вас Добрый вечер, меня Александр зовут Поздравляю, конечно, господина Амелькса С вступлением в новую должность Очень бы хотелось, чтобы передачи эти продолжались Чтобы реально помогали горожанам, рижанам Потому что нам это необходимо И сразу я вам как бы даю задание Ну, я, наверное, имею право, наверное, что голосовали Слушаю, да Вот по Морос-5 у нас вот эти тропинки, которые, тротуары, мнимые тротуары Которые уже до того стерлись, что остались только бордюры Как такового асфальта между домами уже практически нет Вот скажите, пожалуйста, кто нам их должен ремонтировать? Если я налог за землю плачу, я это ежегодно, без проблем, как-то без штрафов Это земля ваша или частная? Я по Морос, кажется, думаю, что это частная Земля принадлежит самоуправлению Нет, 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 где мы платим по Морос-5? Самоуправлению земля Тогда ваш, будем говорить, внутриквартал или то, что касается двора То он подходит под эту нашу программу ремонта дворов То есть каждый год 4 минут А когда это будет проходить? И я предлагаю, я сейчас наизусть, то есть у исполнительной дирекции нашей доблестной Составляют эти списки, мы каждый год примерно можем позволить 100 адресов отремонтировать То есть это уже происходит где-то 10 лет примерно Только я имею в виду не ту дорогу, которая возле дома, а между домами идут тропинки такие Ну все равно, эти тропинки кому-то, какому-то дому присоединены Земля одному или другому дому И скажем, планировка этого двора Соответственно, соответствует, ну если это чисто тропинка, то тогда Мне сложно сейчас так лечить по телефону А она с бордюрами идет раньше Ну тогда это, тогда если она с бордюрами, то она законная Все, ее можно ремонтировать И второй сразу вопрос Когда вы будете на пленарном заседании в Брюсселе, будете такое, да? Да Кто вас будет замещать, вот как голос Америкса сейчас? Голос Америкса, наверное, никто заместить не может У меня один голос, и мы еще об этом обсудим Какая передача, прямая линия, касающаяся проблематики хозяйственной деятельности Риги может быть Голос Америкса уже, как таковой, будет, наверное, в другом формате Я просто не смогу сразу ответить по всем текущим вопросам хозяйства Риги Но, то есть, голос Америкса будет с сентября месяца То, что касается, то есть, этого прямой линии И то, что касается уже ситуации в городе Обязательно, то есть, такая передача Но это или новый мэр, или вице-мэр тогда этим будет заниматься Да, спасибо большое Но еще раз мы хотим сказать, что Андрис Америкс Естественно, уезжает на работу в Европавловане Но не знаю, что он теряет связь с Родиной, как говорится Нет, нет, не эмигрирует Я вообще здесь, да Да, и, естественно, будут работать другие депутаты Рижской думы Отправящие коалиции Я еще раз повторяю Команда вся здесь, и эта команда будет работать Да, это ответственность команды, чтобы в Риге был порядок И была ответственность и контроль Да, еще один звонок примем Добрый день, слушаем вас Добрый вечер, я прошу меня не прерывать У меня еще второй вопрос, господин Америкс Несколько месяцев назад поменялся мусорный оператор Пару месяцев Лелупас 1, дробь 10 находится Ну, место такое, помойка Балдырай Так вот, этот мусорный оператор заменил мусорные баки Которые были в два раза больше Сейчас они примерно 30% меньше Значит, к воскресенью, к вечеру, вчера там была куча мусора мимо баков Примерно полтора метра ростом Я обратился по телефону Риганаму Пару месяцев Мне сегодня перезвонили из Балдырая-Нана И задают мне вопрос Говорят, а что вы хотите? Вы хотите мусорный бак дополнительный? Или за это вам надо будет платить? Я говорю, послушайте, я хочу, чтобы там не было мусора Они говорят, это не наши вопросы Мы не решаем эти компетенции Кто эту нанял фирму, мы не знаем Проблемы начались два месяца назад Баки не открываются Там очень неудобные крышки И гора мусора растет собаками Это все растаскивается по прилежащим территориям Дворники обращаются неоднократно Никаких действий не предпринимается Поэтому я обращаюсь к вам Пока вы еще были вице-мэр И занимаетесь этими вопросами Решите, как эта фирма вообще попала Потому что условия ухудшены А как название фирмы? Там на контейнерах, наверное, написано Я не знаю, как она называется, эта фирма Но факт такой Нам говорят, нам подняли плату за вывоз мусора И сейчас я из своего домоуправления Слышу следующее Мы вам поставим еще один мусорник Но вы будете платить еще больше Это вообще что за разговор такой Спасибо Ну, у меня нет сейчас комментариев В любом случае То, что касается вашей платы За вывоз мусора Это вы платите посредством Домоуправления Ну, соответствующего участка И, то есть По всем правилам Если вас не устраивает вывозчик мусора Вы имеете право его менять Или, ну, то есть Принимать решения Альтернативные Но ваш посредник Или доверительная Как бы Организация Это домоуправления Потому что Каждый отдельно Никакие договора С вывозом мусора В многоэтажных домах Не заключают То есть Это все равно Или когда кто-то неправильно Вам домоуправления ответил В любом случае Кто везет И дополнительно везет Вы каждый месяц Получаете счет За вывоз мусора Соответственно Ну, скажем Тому тарификации Которая существует Да Другой вечера Вот по системе Ватсап у нас спрашивают Опять подъездные пути На улице Эзермалос 2К Земля принадлежит Иринской думе Ремонт делается иногда Асфальт держится Максимум полгода Ну, видимо Надо обратить внимание Да На испанную дирекцию Да На это Ну, это все По содержанию улиц Но, соответственно Эту вашу информацию Передам департаменту транспорта Может быть Ну, еще, наверное, один вопрос Один вопрос Если не шесть 12-12-9-3-9 Ну, пока мы не видим Видимо Вопроса Тогда вот такой вопрос У меня Может быть Комментарий Да Все-таки Ваше ощущение Почему Вот вине Этой компании Демонизации Которая была Все-таки Избирателя Не смутила Вот на ваш взгляд Почему? Ну, потому что Она слишком брутальная была Да И она была такая Бескомпромиссная Что наша правда Правильная А все, кто Отличительно думает Те все Неправильные То есть Сегодня все-таки Человека не так Просто взять и сказать Вот это правильно Нет Черные и белые Да Ну, черные и белые Да То есть Иногда Смотри на дела Что ты делаешь А не на слова Которые ты произносишь И которые иногда Абсолютно пусты Я еще раз говорю Большое спасибо И спасибо радиослушателям Голос Америкса Я сейчас не могу сказать Уже Сколько лет Было Со созданием Радиоболтком Это вообще Мы почти Ровесники Да Наверное, 10 лет уже есть Иблия 10 лет, да Так что Мы это продолжим Эту традицию Ну, с сентября месяц Да И уже в таком Может быть, даже Европейском Ключе Еще раз вас поздравляю И Обязательно слушайте Уже в сентябре Новый выпуск Голос Америкса Спасибо большое До встречи